Добрый день! Продолжаем разговор о символике, о красном цвете. В прошлый раз мы остановились на финальных временах Средневековья. На его исходе красный цвет, после относительного благополучия, скажем так, вступает в чрезвычайно бурный период своей истории. Постепенно начинается натиск других цветов, и его статус как первого и главного оспаривается. Конкуренция идет в первую очередь с синим, а затем с черным цветами. Синий постепенно входит в большую моду при европейских дворах, и на долгие десятилетия становится символом роскоши и элегантности. В отличие от феодальной эпохи, и восприятие красного меняется. Предпочтение отдается более темным оттенкам, например, малиновому или темному пурпуру, а также оттенкам пограничным с красным, розовые, фиолетовые. При этом промежуточные цвета, желтовато-красные, коричневато-красные, все более закрепляются в статусе неприятных цветов, вызывающих негативные ассоциации. В первую очередь это ассоциации с адским пламенем, с первородным грехом, и также с вереницей всевозможных пороков, такие как гордыня, ложь, клятва-преступление, похоть и так далее. Постепенно начинает насаждаться и новая мораль в отношении цвета. Первоначально законами против роскоши, а затем этикой реформации. Для последней красный цвет представляется слишком ярким, слишком дорогим и слишком безнравственным, непристойным, развратным и так далее. А впоследствии, уже в период контрреформации, некоторые из этих моральных ценностей протестантских усваиваются католической церковью. В отношении связи красного цвета с теми или иными грехами или пороками к XVIII веку окончательно складывается учение о семисмертных грехах, и это оказывает чрезвычайно большое влияние на изобразительное искусство, литературу. В оформившейся системе соответствия красный ассоциируется сразу с несколькими из этих семи смертных грехов. С гордыней суперби, с гневом ира, похотью люксурия, а также в ряде случаев с чревоугодием гула. А за пределами этой системы к началу XVIII века красный довольно четко ассоциируется с жестокостью, развратом, предательством и преступлением. Ну, так сказать, как последствия религиозной увязки с данными греха. На рубеже XVI-XVII веков, как мы уже понимаем, красный отходит на второй план и в материальной культуре, и в частной. На заре нового времени в самых разных регионах Европы светские власти начинают издавать законы против роскоши и предписания об одежде. А в уже упоминавшейся про Матико-Дальвестире 1343 года эти законы и предписания преследуют три цели. Первая – экономическая, то есть сокращение расходов на предметы роскоши, поскольку эти инвестиции непродуктивны. Вторая – борьба с новыми модами, которые властям кажутся чересчур легкомысленными, вызывающими или непристойными. Скажем так, моральная цель. И третья – по видимости, главная цель социальная, призванная укрепить барьеры между разными колоссами общества. Каждый должен знать свое место и одеваться соответственно, и жить сообразно своему социальному статусу. При этом первое, на что обращается внимание при регламентации одежды – это цвет. Одним стратом общество те или иные цвета носить запрещается, другим, наоборот, предписывается. В обоих случаях первым в списке регламентируемых цветов значится красный. Часто его предписывается носить тем, чьи профессии или иная их особенность ставит их вне общества. В XIV и вплоть до XVIII века во многих городах Европы красную одежду или красные элементы, как уже говорилось, предписывается носить проституткам, дабы этот яркий, бросающийся в глаза цвет не позволял их перепутать с приличными женщинами. Самый ранний случай такого использования цвета документально зафиксирован в Милане в 1323 году. Носить красную одежду или отметину на ней могут обязать и других людей, скажем, по профессиональному признаку – мясники, палачи, прокаженные, либо по иным причинам – слабоумные, пьяницы, ну или, скажем, иноверцы, евреи и мусульмане. В тех случаях, когда красный цвет не запрещается, а предписывается носить, причина кроется не в самом цвете, а в пигментах, которыми его окрашивают. Ткани, обработанные самым дорогим сортом кашенели, гранум-прецессиозом, а дозволяются носить только высшей знати, высшим слоем патрициата, ну и другие классы общества, при этом, если и носят красные, довольствуются гораздо менее дорогостоящими красителями. Вот о красителях и тканях, и одежде, которые носились на момент XVII века. Новые классификации цветов химии, физики, превращают красный из бывшего до того в главным цветом, если не в маргинальный, то неоднозначный. Он создает свои позиции не только в моде, но и в химии, физике и так далее. Угасание прежде всего отображается в одежде и домашней утвари. Значит, в данном случае сказалось именно влияние реформации. В убранстве храма, в культуре, в литургии, в изобразительном искусстве красный постепенно сходит на нет вплоть до его возрождения в эпоху барокко. Вплоть до контрреформации цвета становятся темными, контрасты смягчаются, доминируют черный, серый и коричневый цвета. Вообще полихромии, золоту объявляется своего рода война. При этом довольно часто, когда мы рассматриваем те или иные произведения живописи или свидетельства об этой эпохе, скажем, о периоде Версальском в истории Франции, у нас складывается ощущение, что эта эпоха чрезвычайно яркая, торжественная, праздничная. Но, тем не менее, эти свидетельства дают несколько неверное представление о той эпохе. В действительности XVII век был темным, как в хроматическом аспекте, так и в экономическом и в социальном. Войны, голод, эпидемии, обилие климатических аномалий, кризис демографический и экономический, эпидемии, страх, голод. Единственное, что было неизменным в течение всего этого времени, это сокращение срока жизни. В этом контексте красный цвет в быту повседневном практически выходит из употребления. Если красный мелькает, то это, как правило, тонотемный, приглушенный, практически не видно ярких или оранжево-красных оттенков. Из красных в моде кармин, бордовый цвет, малиновый и варианты коричневатых или красно-лиловых. При этом ассортимент красителей чрезвычайно сильно увеличивается. Из Америки поступают большое количество ингредиентов, такие, как американское компешевое дерево, кустарники анната, мексиканское кашинель, голландское завозное марена, дрианопольский, турецкий, красный и так далее. Все эти красители стоят дорого, и поэтому их применение отмечается только в костюмах-знате. В это же время входит в моду один из символов аристократизма того времени – знаменитые красные каблуки. Можно провести аналогию с современными лабутенами. Да, конечно, красную одежду можно увидеть и в других слоях общества, но их краска имеет гораздо менее меньшую прочность и оттенки блеклые и тусклые. Одежду эту, как правило, берегут и используют не в повседневной жизни, а в ряде особых случаев. Например, на свадьбу невеста надевает красивейшее свое платье, чаще всего она оказывается красным. Строго говоря, до самого недавнего времени свадебным нарядом в Европе был именно красный, а не белый, как сейчас. Постепенно урежение использования красного быту делает его неким сигналом, знаком, который будет привлекать в себе внимание, в первую очередь, как знак опасности. Если рассмотреть народные представления нового времени, то нужно заметить, что постепенно в символике он приобретает особый статус, как уже говорилось, привлечение внимания и некой особой метки. Например, в сельской местности какой-либо красный предмет, курточка, шапка, платок одевали детям. В первую очередь, для того, чтобы было их легче заметить и чтобы за ними было легче присматривать. Как свадебный знак, он использовался иногда и в обыденном быту в виде красного фартука, который носили девушки брачного возраста. При этом надо заметить, что красный цвет в народной магии играл роль оберега. Возможно, с этим связано его первоочередное применение именно в детском костюме и в костюме женщин репродуктивного периода. Ну, в общем-то, наверное, народных тут можно и закончить. Итак, значит, мы уже упоминали, что самое большое влияние на восприятие красного цвета, на его бытование оказало реформация. Дело в том, что примерно с 16 века в рамках протестантской этики практически объявляется война цвету, яркому или слишком риском. Да, реформация выступала наследницей законов против роскоши, но и сама в нее внесла немалую лепту. Во всех областях жизни постепенно приоритетным становится триада черный, белый и серый. Эти цвета считаются более достойными и высокими, чем греховная папийская полихромия. Они лучше сочетаются и с новой цивилизацией. Гравированная печатная книга в этот момент тоже переживает расцвет и с этим периодом совпадает эпоха Северного Возрождения, в рамках которой работают такие метры графики, Альберт Бадюрер, семейство Кранахов и так далее. При этом цветоборчество первоначально затрагивает только храм. По мнению реформаторов цвет церкви занимает непомерно много места. Принимаются меры, чтобы там не было его вообще. Вслед за библейским пророками Иеремий в своих проповедях скажем Меланхтон осуждает тех князей, что строят храмы похожие на дворцы и прорубают себе окна и обшивают кедром и края и красит красную краску. Главной мишенью становится именно красный цвет. В XVI веке воспринимавшийся уже как главная эмблема роскоши католической церкви. После воздействия на храм, на богослужение реформация оказывает влияние и на тенденции в одежде. Цвет в одежде становится признаком и напоминанием о первородном грехе. Его функция в одежде напоминать человеку о его греховности. Поэтому одежда всегда должна быть строгой, простой, неприметной, соответствующей климату и, главное, приспособленной для работы. Из гардероба изгнаны все яркое, признающееся непристойным, в первую очередь красный и желтый. Все оттенки розового, оранжевого, зеленого и даже фиолетового. Как уже говорилось, красный самый ненавистный как символ Папского Рима. И практически стопроцентно соотносится с откровением о великой блуднице Вавилонской. В истории известно огромное количество агитационных стампов с изображением Папы, сидящего на осле или на свинье в одежде распутной женщины. Черно-белые изображения подкрашиваются и всегда красным, ибо это цвет всех пороков. Иногда красным цветом окрашивается и папская тиара, чего в реальности не было никогда. При этом ряд городов в своей войне с цветом проявляют особое рвение. так, например, город Женева при Кальвине отвергает и преследует все, что можно считать слегкомысленно. С 1555 по 1556 год в краткий период идет настоящая охота на цвета, которые призваны роскошными или яркими. в 1558 году выходят предписания, запрещающие носить красную одежду как мужчинам, так и женщинам. После смерти самого Кальвина в 1564 году запретов становится еще больше и к концу столетия ненависть к красной одежде по видимости достигает своего апогея. То, что ранее сформулировали деятели протестантизма и Кальвин становится модус операнди для художников протестантов вплоть до 19 века. Собственно, Кальвин был не против изобразительного искусства, но с его точки зрения самые прекрасные цвета это цвета природы, тона неба и воды, а также зеленые тона растений, ибо они созданы самим творцов и от них исходит благодать. А красному изгнанному из храма недопустимому в одежде обстановке повседневной жизни нет места и в искусстве. Все это было изложено в известной проповеди. Вообще надо заметить, что живописцы кальвинисты отличаются строгостью и сдержанностью в подборе красок, предпочитая самые темные тона, вибрации святотени, эффект практически однотонного изображения близкого гризали. В 17 веке классическим и самым характерным представителем этой школы становится Рембрандт Хармэнс ван Рейн. его живописи крайне редко присутствуют яркие вкрапления. Красный он использует как некую цветовую аномалию для того, чтобы достичь максимального внимания к тому или иному элементу или персонажу. Если мы посмотрим его картину «Ночной дозор», то простой красный шарф сразу фиксирует внимание на фигуре Франца Баннинга Кока Бургомистр Амстердама. Рембрандт кальвинист, противник буйства краски в живописи. Для того, чтобы понять другой полюс, увидеть другой полюс, можно обратиться к живописи Питера Пауля Рубенса, ревностного католика, великого колориста, который мастерски работал с красным цветом во всех возможных его оттенках. Итак, 17 век это время важных перемен и прежде всего перемен в науке. Рождаются новые теории и ученые и художники подвергают пересмотру аристотелевскую шкалу цветов. Если мы вспомним, то она представляла из себя последовательность белый, желтый, красный, зеленый, синий и черт. С 1600 года появляется множество теоретических работ о свете и как следствие о цветах, их природе, иерархии, восприятии человеком и так далее. Предлагается заменить линейную цветовую шкалу кольцеобразной. Были и более оригинальные системы с древовидной структурой, но они большого распространения не появились. Вне зависимости от количества используемых в этих системах оттенков, базовыми считаются три или пять. В их число обязательно входят красный, синий и желтый. возникает и постепенно формируется термин чистый цвет, который может быть истолкован и как основной, и как естественный, то есть без осветляющей или затемненной примеси. Все это бурление ума, предложение самых разных систем завершается логически в 1666 году, когда С.Р. Исаак Ньютон открывает спектр цветов, по сей день остается некой научной основой для всех бытующих классификаций цветов. Его лучи формируют некую хроматическую последовательность, всегда одну и ту же, которую мы все прекрасно знаем. Фиолетовый, синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный. Причем даже в самой этой системе присутствует некоторая неправильность. Дело в том, что при всем, при всех идеологической накачке, на практике спектр разбивается не на семь, а на пять фрагментов. Ньютон вначале выделял тоже не семь, а шесть лучей, впоследствии добавляя к ним седьмой. Для того, чтобы уютно его система ложилась на уже существующую на тот момент систему соответствовать. Семь нот, семь планет, семь дней недели и так далее. Благодаря этой хроматической системе мы видим, что красный из центра цветовой шкалы переходит на ее периферию. И как логическое завершение начало XVII века считается отправной точкой упадкой красного цвета в Западной Европе как по части чистоты употребления, так и в символическом отношении. Эпоха просвещения исходя из анализа архитектуры, литературы, произведений живописи и графики видится ясным, блестящим, видится ясно и блестяще сияющий, в том числе в повседневной жизни. Увеличиваются проемы окон и дверей, совершение и дешевле освещения, развивается химия красок и технологии окрашивания тех или иных материалов. Цвета легче увидеть, им уделяется больше внимания самим по себе, безотносительно к их символике. Хотя споры, длившиеся веками, и ведутся, но постепенно они сходят на нет. Множатся оттенки, которые получают независимое существование. Так, в эпоху Мадам де Пампадур по Европе триумфально начинает свое шествие розовый цвет. Как уже говорилось, красный, теряя свои позиции, уступает место синему цвету. А если рассматривать настоящее время, то красный цвет по степени приязни уступает место уже и зеленому цвету. Таким образом, к концу XVIII века мы приходим к еще одной точке, знаменующей изменения в восприятии цвета и появлению нового класса, нового осмысления цвета, мы подходим к французской революции. Но об этом в следующий раз. Всего доброго.